Свой бизнес это отличный способ не только заработать деньги, это шанс для самореализации, это возможность внести свой вклад в развитие экономики региона, так утверждают предприниматели. И многие для достижения своих целей готовы кардинально сменить сферу деятельности. Один из примеров в программе «Свое дело». Военнослужащий в отставке, инженер по образованию Сергей Усачев раньше не имел никакого отношения к биотехнологиям. Однако полтора года назад у него появилась идея открыть собственное предприятие. Производить Сергей решил суспензию хлореллы, микроводоросли. Суспензия хлореллы с успехом применяется на сегодня в сельском хозяйстве, на откорме животных, в птицеводстве, в различных рыбных хозяйствах, в растеневодстве получила хорошее применение. Разобраться в процессе производства и осознать всю пользу, которую способен принести новый продукт, для Сергея Усачева не составило труда. Разработки многих ученых подтверждают, новая биодобавка действительно помогает добиться хороших результатов. На виду того, что мы живем в Курской области, и у нас очень интенсивно в последние годы стало развиваться именно животноводческое растеневодство, возникла идея оказать посильный, так сказать, вклад в процветание нашего края. Многие животноводческие предприятия Курской области уже заинтересовались этим продуктом, говорит Сергей Усачев. Сначала суспензию хлореллы покупали понемногу, проводили эксперименты. Направлено, прежде всего, на обогащение рациона животных, рациона больше питательных веществ. То есть полноценный белок, порядка хлореллы вообще состоит из процентного отношения, порядка 55% состоит из белка. Присутствуют все незаменимые аминокислоты, углеводы, жиры, витамины. Всего порядка 650 номинований. Предприятие Сергея Усачева инновационное. Производством новой добавки сегодня занимается очень мало компаний. Но курские инноваторы пошли дальше. Создали специальный культиватор для выращивания микроводорослей. Мы смогли создать новую установку по культивированию, которая на порядок дешевле существующих аналогов по своей производительности. И в течение 3-4 суток мы добиваемся плотности хлореллы 50-60 миллионов клеток в 1 миллилитре раствора. Сейчас идет процесс оформления патента на эту разработку. Плюс в том, что его, во-первых, несложно настроить, и процесс идет более быстрый. Система охлаждения настроена так, что практически штамм не перегревается, и получается готовая продукция в течение уже 4-х суток. Не только заработать деньги, но и повлиять на экономическую ситуацию в регионе, не привлечь внимание к курским разработкам, создать новые рабочие места, освоить новые рынки. В конечном итоге принести пользу людям. Начинаем мы, я думаю, благородное дело, которое будет полезно всем. Главное, что хочу подчеркнуть, что этот продукт, который мы выпускаем, это создан природой. Хлорелла появилась на Земле более 2 миллиардов лет тому назад. Патогенная микрофлора уничтожает. Вся патогенная хлора, которая попадает под влияние, находясь в месте хлорелла, погибает. Так исчезает практически в течение одной минуты. Исчезают кишечные палочки. Даже туберкулезные палочки тоже погибают при определенных температурных световых режимах. Сейчас коллектив компании внимательно следит за всеми разработками и новинками в мире биотехнологий. А развиваться самому предприятию помогает область. Первая субсидия, которую получил Сергей Усачев, 300 тысяч рублей. Из регионального бюджета предпринимателю компенсировали часть затрат на открытие собственного дела. Теперь бизнесмен готовит документы на получение еще одного гранта. Если все сложится удачно, то предприятие на протяжении трех лет будет получать финансовую помощь от фонда, содействуя развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Соглашение о сотрудничестве администрации Курской области с фондом было подписано летом этого года. Думаю, что это позволит нашей организации более крепко стоять на ноги и более быстрыми темпами продолжить свое развитие. Фонд готов поддержать и молодых ученых. В Курской области стартовала программа «Умник». Студент-медик Михаил Инархов исследует новые полимерные имплантаты. Их он считает настоящим ноу-хау в современной медицине. В Питере были разработаны новые пленки, которые имеют определенные свойства. Данные пленки мы внедряем в организм животного и используем в качестве, например, покрытия на какой-либо оперированный орган, например, на полый орган, в данном случае на кишечник. Соответственно, потом изучаем его действия и оно в данный момент является положительным. Молодые ученые мечтают воплотить свои идеи в жизнь. Их проекты должны быть актуальными, плюс должен быть разработан четкий план действий по их реализации. Проект должен приносить прибыль рано или поздно. Человек должен это понимать, он должен осветить рынок сбыта, понять, когда он какие-то деньги сможет зарабатывать и как он это вообще видит. Программа для молодых ученых рассчитана на два года. Победитель получит 400 тысяч рублей, но это только одно из направлений поддержки. Компания, уже малоинновационные предприятия, которые уже на этапе коммерциализации, введения своих разработок на рынок, они имеют возможность привлечь до 6 миллионов рублей за три года из этого фонда. Соответственно, есть пять направлений, основных по которым происходит отбор данных проектов. Это медицинное будущее, информационные технологии, современные материалы и так далее. Заявки на участие в программе принимаются до конца месяца. А уже в октябре будут выбраны самые интересные и перспективные инновационные разработки Курян. Не всегда предпринимателям для развития собственного дела требуется поддержка только материальная. Иногда просто необходима консультация профессионала, совет, подсказка. Принимаются новые законы, выходят дополнительные постановления, как на федеральном уровне, так и на региональном и муниципальном. И разобраться во всех правовых вопросах самостоятельно, тем более не имея юридического образования, может не каждый. На помощь готовы прийти центры поддержки и общественные организации. Прежде всего, основная цель – это создание условий для развития малого и среднего бизнеса. И, конечно, мы прежде всего взаимодействуем с исполнительной и законодательной властью для того, чтобы писать нормальные законы, которые позволяют развиваться малому и среднему бизнесу. Также есть еще форма поддержки консультационная, информационная, когда предприниматель может прийти к нам в региональное отделение, у нас есть консультационный пункт, где получить полную квалифицированную поддержку. Как открыть дело, какие направления, как зарегистрироваться, как вести себя с проверяющими, в общем, весь спектр информации. Мы проводим регулярные исследования, мониторинг по различным направлениям, которые существуют, то ли достаточно поддержка или нет. И, к сожалению, за счет еще слабой информированности, не все предприниматели знакомы с видами и формами поддержки. И вот мы ведем в этом направлении тоже большую информационную поддержку. Продолжение следует... Продолжение следует...